привет всем друзья подскажите видно меня слышно поставьте в часть в чате плюсики пошли плюсики круто меня зовут вера я издатель управляющий редактор mc today теперь попрошу всех кто тут меня слушает написать да если вы нас знаете в идеале читаете и нет если вы не знаете что такое mc есть те кто да но есть те кто нет поскольку вы учитесь на маркетолога я чуть вам расскажу мы издание для креативного класса пишемся как mc.today много пишем про digital много пишем про маркетинг много пишем про бизнес поэтому если хотите развиваться в профессии приходите к нам постоянные читатели подписывайтесь на наш фейсбук вот и думаю что будет для вас много интересного я сейчас отправлю в чатик наш адрес mc.today смотрите вообще тема моего сегодняшнего выступления я хочу вам как маркетолога на текущем будущем рассказать по какому принципу работают онлайн сми как они принимают решение какой контент публиковать и какой нет вот и за что стоит платить денег а за что платить деньги не стоит можете пожалуйста поставить плюсик в чатике те у кого уже есть опыт каких-то публикаций в сми интересно если такие у нас ребята круто прям много есть плюсиков я прям даже не ожидала ребят вот те кто поставил плюсик напишите пожалуйста в каких изданиях выходили тексты по вашей инициативе а то есть валерия пишет что работала в базилик медиа и поэтому выходили тексты там но это логично юридические издания это если вы юридическая компания то логично что надо выходить юридических изданиях outside the box вообще без понятия что это такое то наверное не украинское что там правильно виталий окей круто хорошо рада что есть те кто имеет опыт работы света вообще еще вопрос если какие-то издания сми фейсбук странички не телеграм-канал они инстаграм а именно онлайн сми какие какие вы читаете если читаете то напишите название вот куда вы иногда заходите чтобы что-то почитать новости там что происходит и так далее укор нет интересно я увидела виси виси это наши такие друзья по духу они пишут про россию мы про украину вот в какой-то степени мы названием чуть-чуть похоже и тематика вижу круто разные классные большие издания за иконами с вашингтон пост респект тем кто их читает если действительно читает вижу медузу виллаж медуза виллаж классные качественные издания тоже понятно хорошо смотрите классно чтобы назвали именно эти издания все они работают по одному более менее понятному принципу о котором я расскажу бульвара гордона интересная там шутка или вы читаете на самом деле вообще вот как вы считаете зачем бизнесу то есть там вашим будущим работодателям которых вы будете продвигать или может текущим работодателям тратить время и деньги на то чтобы размещаться в сми предлагать какие-то усилия чтобы журналисты о них написали как вы думаете зачем это надо алексей написал им лень самим разбираться им это кому и лень разбивал разве разбираться в чем алексей уточните пожалуйста ну классные ответы чтобы люди понимали о чем идеи имидж новые целевые аудитории повысить узнаваемость бренда узнаваемость имидж пиар да согласно на пиар это в первую очередь репутационные какие-то вещи со всеми ответами согласно действительно с этими задачами нужно ходить в издание и это может быть там если вы сотрудничаете с хорошим изданием с вашей целевой аудитории это может быть намного эффективнее в плане денег в плане эффекта чем просто там не знаю отдать денег фейсбуку и на платную рекламу и плюс ко всему фейсбуке далеко не факт что эту аудиторию легко найти которую вы найдете на конкретном тематическом издании то есть например если вы хотите найти прогрессивных киевлян их конечно можно каким-то образом поискать в фейсбуке на можно поработать с виллоджем и получить классный контент и выход на эту аудиторию ну или если хотите поработать с бизнесом то тогда приходите к нам я хочу показать такую историю вам будет наверное интересно как вообще читают статьи в сми ну с точки зрения читателей что происходит когда выходит текст это вы видите сейчас на экране скриншот из нашего аналитикса сейчас я увеличу смотреть есть у нас такая статья мы где-то пару в прошлом году взяли интервью очень известного историка харари надеюсь некоторые из вас знают таких харари знаете вот и он рассказал нам как нужно воспитывать детей чтобы они преуспели и это просто случился какой-то неожиданный хит потому что эти титул 189 тысяч просмотров это одна статья набрал это год причем она эти просмотры набрала из фейсбука вот можно видеть на графике мы там ее запостили в первый раз видите такой пик ба бах короче потом пошло пошло на спад потом наступили новогодние праздники и мы подумали что надо как-то подкачать трафик на сайт когда редакция не работает мы снова ее запостили тут прям вообще взрыв еще больше даже чем был в первый раз вот а после этого мы решили повторить снова эту историю в 2021 году заново запустили наш фейсбук и еще больше еще больше скачок по трафику видите на графике зачем я вам это показываю за тем что понимать что бывает контент скажем так который люди не ищут в гугле но который интересен то есть люди не ищут в гугле что харари сказал про воспитание детей или ищут но очень мало но если вы видите такой контент у себя в ленте то вы с высокой вероятностью на него кликните виральный вот и вот так работают статьи в сми рассчитаны на вот этот виральный эффект когда сразу кликнуть статья вышла у нее есть некий там цикл жизни там среднем она собирает трафик неделю потом она перестает работать это важно понимать когда вы планируете какие-то активности что если это статья в сми с расчетом на то что люди будут переходить из соц сетей тот цикл жизни у него где-то неделя вот но бывает еще другой вариант следующий вот следующий график видите на экране это пример другой нашей популярной статьи 10 советов как не пасть не попасть в лапы мошенников на улыбку мы запустили в марте а вообще феврале 21 февраля видите и она тогда практически вообще не собрала трафика но потом ее подхватил google то есть люди ищут там олx мошенники на улx еще что-то и наша статья выдается в топе потому что она качественно отвечает на этот вопрос вот и вы видите что она начала набирать 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 и прямо сейчас вообще к нам в день заходят эту статью он бывает по 1000 2000 человек просто из поиска такой вечно зеленый контент вот мы уже так мы собрали 83 тысячи просмотров в идеале конечно когда контент заходит сразу в соц сетях а потом его подхватывает поиск но к сожалению в большинстве случаев либо то срабатывает либо то вот какой публикации в сми бизнесу не все публикации скажу сразу одинаково полезны вот тут вот у меня есть график какая формула а-ля то чтобы было полезно вы не зря потратили деньги и время нужно чтобы на этом медиа была ваша целевая аудитория то есть ну очень грубо говоря киевлян не стоит искать на сайте с новостями одессы а умных людей довольно сложно найти на каком-нибудь массовом ресурсе с новостями типа бабушка зарубила внука топором вот то есть вряд ли там будут богатые умные предприниматели сидеть если это ваша целевая аудитория то есть нужно найти площадки медиа где находится ваша целевая обычно их немного нужно посмотреть о чем они пишут и как они пишут и сделать контент именно под подачу которые привыкла эта целевая аудитория ну и правильно распространить то есть если там текст просто вышел на сайте то этого мало он должен быть запущен в соцсетях там оптимизирован под поисковые запросы и так далее вот тогда когда вот эти три фактора совпали тогда получается крутой результат что значит крутой результат вот тут у меня есть три примера четыре примера отзывов которые мы слышали например мы как-то сделали какую-то подборку бизнесов выпустили нам из хорошо полетела и он начали много людей читать шерить и в два часа ночи пишет собственный с одного из бизнеса и тверо пожалуйста уберите ссылку на нас к нам пришел гигантский поток заказов мы не справляем очень интересно скажу так что это был один раз в основном в основном получается у всех заказами справиться вот либо там другая история нас много читают люди которые делают свои стартапы и инвестора которые хотят привлечь стартаперов к сотрудничеству у нас что-то там пишут и заказывают у нас вышел материал про такого инвестора где он рассказал с какими стартапами он хочет работать и он получил 100 писем за сутки он говорит я туда просто чуть не сошел с ума всех посмотреть и всем ответить почему потому что у нас этой аудитории много вот и как раз инвестор там озвучил там был классно очень текст классный материал с релевантной историей для этих ребят вот еще нам слышали например что вы самый качественный из источников лидов за всю историю нашего бизнеса лиды я думаю вы знаете это когда человек это еще не покупатель но это когда кто-то оставил контакт и предварительно заинтересован в том чтобы купить вот это часто онлайн маркетологи целятся именно в сбор лидов которые затем отделы по продажам обрабатывают вы кстати спасибо милана за вопрос вы не стесняйтесь пишите по ходу вопросы в чат я расскажу что запланировала рассказать а потом я отвечу на ваши вопросы подряд что если вопрос возникает скидывайте в чат по ходу я после своего рассказа всем отвечу важно еще знать что работа с медиа то есть журналисты это такие же люди как вы и нужно с ними системно строить отношения системно строить работу потому что медиа может как давать очень крутой эффект для бизнеса так и бизнес убить сейчас есть на экране скриншот издания tick crunch это интересно поставьте плюсики кто знает что это за издание минусики кто не знает чатик знает только валера о валера молодец наверно хочет свой стартап это крупнейшее международное технологическое издание про айти бизнес если вам это интересная тематика то очень советую иногда туда заглядывать там классные истории и так есть такой чем был такой да насилие вы правильно написали а был такой стартап назывался экоизмин за если там слышали не слышали ребята пытались делать такой прибор ой перескачал такой прибор который вставлялся бы в розетку и рассказывал сколько электроэнергии потребляют ваши устройства в доме то есть например сколько энергии жрет чайник а сколько бойлер а сколько не знаю там электрическая плита для того чтобы лучше контролировать траты энергии скажу сразу сейчас этого стартапа уже нет но он был очень известный рассказывал его основатель льванье пасечник что один из одна из причин почему его нет ну не ключевая понятное дело ну там свой камень это положила это вот эта статья на тик раньше ребята вышли на краудфандинг краудфандинг там kickstarter это большая международная платформа где запускается бизнес и которые говорят сделайте нам предоплату условно мы когда-нибудь сделаем свой прибор и вам его доставим через год а вы его купите по заранее по очень там небольшой цене вот и вышли на краудфандинг на kickstarter и начали мечтать чтобы них начали писать международные сми потому что там в основном основная аудитория это американцы в общем международная сми про них написала там какой-то журналистик раньше нашел этот вот гаджет и написал вы видите это прибор который слишком хорош чтобы быть правдой короче написал что-то развод раскритиковал что-то не может быть правда что он не может работать и так далее в общем из этой статьи ребята не смогли больше привлечь но они планировали после kickstarter привлекать инвестиции в штатах для того чтобы дальше развивать свой проект и из этой статьи не смогли привлечь те инвестиции которые хотели потому что когда инвесторы гуглили экозмиг им попадалась эта статья тик раньше доверяют все вот и в общем не получилось плюс тоже хотели по моему не спрят 150 тысяч собрали долларов собрали всего 50 тысяч по той же причине что люди кто хотела дать денег гуглили экозмиг попадали на эту статью также так бывает нужно с медиа быть очень аккуратными и и выстраивать отношения потому что может выстрелить в обратную сторону да катя я согласна обидно мне бы я представляю как было обидно ребятам они тут гаджетом что-то полгода год они разрабатывали я бросаю один материал это похоронила хочу рассказать еще такую штуку вот важный пункт это все про отношения в редакциях работают такие же люди как вы у нас например у нас редакции 20 человек я думаю сколько самому младшему наверно самому младшему 24 года нашему автору вот то есть было время когда были ребята по 20 лет если такие же ребята как вы и с ними нужно нормально по-человечески общаться очень часто не часто но бывает что люди которые не умеют общаться с медиа совершают большую ошибку а именно когда что-то например там издание выпускает новость с заголовком который не нравится человеку человек идет и вместо того чтобы там что-то вежливо просить сказать ребята этот заголовок он как-то мне вредит начинают хамить ругаться угрожать и так далее вот этого делать никогда нельзя то есть вот свет такой всегда со всеми старайтесь общаться вежливо по-человечески и там просто объяснять свои вопросы и вам тогда нормально ответят вот не ссорьтесь потому что мы все люди есть там злопамятные ребята можете себе сделать большую проблему этим отчаянно вопрос ведет ли ваша редакция грамм нет не ведем не хватает ресурсов нас там решили что для нас пока что приоритет это фейсбук ютуб и телеграм а инсту пока что в этом году развивать не планируем так что подписывайтесь на наш фейсбук или в телеграме еще классный контент вот нужно всегда строить отношения с медиа ну как и в принципе с любыми там бизнесами организации позиции взаимной выгоды когда хорошо тебе и хорошо другому человеку и вот сейчас о чем я с вами поговорю это что значит когда хорошо нам то есть если вот вы приходите с задачей вы там перечисляли пиар брендовернес чтобы меня знали чтобы покупали мои продукты и так далее это понятно это ваши задачи я вам сейчас расскажу какая задача у нас и покажу как можно объединять эти две задачи чтобы все оставались довольны вот пример я сейчас покажу когда мы тоже остались довольны у нас вышел текст в на прошлой неделе по моему мы его очень долго делали исследование о том почему исчезают украинские реки если нереально исчезают это одна из причин почему например если вы живете в киеве в последнее время регулярно бывает смог вот потому что проблемы с водой сохнет земля и так далее и наша редакция прямо провела большое-большое исследование очень советую почитать и там рассказала что можно сделать мы в том числе брали интервью у волонтеров фонда защиты дикой природы и нам было очень приятно когда они поширили наш материал и себя на страницу потому что в целом то что нам нужно я там дальше скажу но в целом то что нужно нормальному зданию это трафик это посетители и вот когда мы о чем-то пишем и когда на ком-то пишем если этот человек прикладывает усилия чтобы дать нам трафик мы его очень сильно за это полюбим и пойдем с ним работать еще так что как минимум если вас написала сми поделитесь ссылкой на своей страничке это будет журналистам очень приятно важно понимать что медиа и медиа рознь то есть мы там вообще не похожи на виллодж например о котором писали ребята виллоджи у нас вообще разные тематики ну хотя вот эту статью более не менее могут теоретически написать и виллодж на эту тему но в целом мы пишем про бизнес и технологии виллодж пишет про жизнь киевлян есть там не знаю какие есть еще издания новое время называли тут новое время пишет в общем про по политику и общество в нашем государстве вот медуза вообще пишет про политику общество в россии и пишет это так хорошо что читают это и украинцы плюс у них еще бывают классные материалы так что нужно анализировать о чем пишет издание прежде чем туда идти важный момент это смотрите за чьи деньги платят зарплату журналистам потому что это говорит о той мотивации которая движет сми то есть как вы думаете откуда у сми вообще деньги на то чтобы не волонтерить а нормально кушать хлеб с маслом и иногда с красной икрой вообще неплохо жить из журналисты нашей редакции неплохо живут за счет чего сми зарабатывают ну или там где берут деньги вот реклама на шайтах хорошо один вариант еще кроме рекламы давайте какие варианты заинтересованные лица что это значит размещение вакансии пожертвовать пожертвования дай это читатели размещение вакансии данных читает то же самое что реклама заказные стены партнерские да это тоже реклама вот кроме рекламы когда приходит бизнес и дает деньги какие еще есть варианты за счет чего например живет телеканал один плюс один как вы думаете спонсоры охваты инвестиции во что контент нет смотрите очень большой прививым процент сми в украине живет за счет того что ими владеют олигархи то есть например собственник один плюс один коломойский собственник канала снтв пинчук собственник пятого канала порошенко зачем олигархам свои сми как вы думаете контроль пишет илона продвигать свои интересы формирование мнения чтобы влиять на людей их мнения да то есть они решаются и какие-то интересы какие-то задачи не знаю когда были выборы один плюс один активно поддерживала зеленского а там какой-нибудь пятый канал наоборот говорит что он демонада почему потому что порошенко собственнику пятого канала это было выгодно чтобы зеленский не выиграла коломойскому было выгодно чтобы выиграл пишет алексей если ими владеют олигархи это основной доход то сми обыточный бизнес часто да когда ими владеют олигархи потому что между заработком сми и влиянием на аудиторию олигарха больше интересует влияние аудиторию потому что он заработает намного больше из других источников сформировав в головах людей нужную ему картинку реальности то есть олигархические сми например все телеканалы в украине убыточные они зарабатывают на них много рекламы но они тратят больше чем они зарабатывают на рекламе почему потому что чтобы у тебя была большая аудитория нужно много денег вкидывать в контент контент стоит дорого хорошо спасибо юля спасибо первый национальный канал первый национальный канал это другая история они живут за счет наших с вами налогов вот то есть у них задача некое общественное вещание на некие общественно важные темы как тогда работают на хлеб с маслом икрой независимые сми вот мы например независимые сми собственник нашего сми то я я плачу зарплату каждый месяц двадцати людям в редакции уже даже двадцати двум и еще там пятидесяти внештатным автором вот я плачу гонорары мы живем за счет рекламы как как вы писали и мы живем за счет размещения всяких штук плюс там всяких активности с читателями например проводим свои онлайн мероприятия за которые платят то есть мы зарабатываем больше чем мы тратим на контент ну или там в нуле потому что я не коломойский не могу вкидывать и мой смысл того что я конкретно делаю мне нужно строить из сми бизнес это очень важно понимать вот условному собственнику коломойскому ему не важно сметы бизнес или нет ему нужно охват и влияние на умы людей вот какие есть еще варианты есть еще гранты знаете такую историю когда например расскажите в чатике напишите кто знает что такое гранты для сми вот например бипус о котором написали вы они они живут как раз на тему гранта грамматики радио радио свобода государственное финансирование то есть это когда есть задача например развитие демократии поддержка прав лгбт и европейский союз или сша выделяют деньги на решение этих задач журналистам то есть они хотят чтобы через медиа влияли на умы людей чтобы развивалась демократия в украине либо чтобы лгбт у них было меньше проблем либо там любые другие задачи почему я привожу пример лгбт потому что на эту тему много грантов дается ссорас и так далее вот да то есть это еще одна тема откуда берутся деньги тут писали пример громадская действительно живет за счет грантов радио свобода живет не за счет грантов она живет за счет прямого финансирования американцев вот зачем я это все рассказываю это рассказываю чтобы вы понимали что движет людьми которые выпускают контент например мы как медиа чем больше у нас будет аудитория и чем больше нас будут любить наши читатели тем больше мы заработаем то есть у нас сейчас 700 тысяч читателей в месяц мы хотим чтобы это был хотя бы миллион мы на это работаем это вот наша большая цель для этого нам нужно быть проактивными мы дружим с рынком мы публикуем очень много гостевого контента когда к нам приходят люди и публикуют у нас блоги вот и в целом мы очень открытые к общению потому что мы заинтересованы в том что у нас было много классного контента нас любил рынок и это нам возвращается тем что потом у нас компании заказывают рекламу как вы думаете у грантового сми есть ли задача чтобы быть популярным у читателей и зарабатывать деньги если сми живет за счет грантов расскажите в чате есть в идеальном мире да но на самом деле гранты дадут очень часто очень часто у грантовых сми когда вы там есть такой инструмент еще зайду в чат кстати очень напишу в чате очень себе полезно сохранить и смотреть у какого сайта сколько трафика заходишь на этот инструмент вижу них трафика нет почему потому что им сказали там возьмите деньги пишите про лгбт и дальше пофиг как бы сколько это прочитают главное что написали ну и журналистам которые там работают интересно писать на эту тему то есть важно прежде чем идти сотрудничать с каким-то изданием важно посмотреть вообще его аудиторию по него трафик на вот этом сайте сайт не показывает супер точные данные но порядке он показывает то есть если там ноль он покажет ноль если там он покажет миллион то вы понимаете что это там посетители что это там от полумиллиона до полутора миллиона короче вот какая-то такая аудитория там есть вот гранты могут быть на непопулярной тематике да то есть очень важно чтобы людям было интересно то о чем они пишут вот а например олигархические сми им нужен просто охват охват еще раз охват поэтому они будут делать такие сюжеты которые максимально интересны максимально широкой аудитории вот к чему это все рассказываю например у нас был в прошлом году опыт когда мы написали пресс-релиз что старбакс запускается в украине отправили его в разные редакции и посмотрели кто цель была в том чтобы проверить как проверяются факты этими редакциями то есть мы заложили много пасхалок например мы написали что старбакс запускается в котловане ну то есть мы дали адрес где запускается старбакс и там человек мог зайти в google maps и и увидишь там котлован там ну подумаешь что тут не так что-то вот кто-то проверил кто-то нет интересная история что насколько люди проверяют факты и потом публикуют вот мы это отправляли на разные мэйлы то есть и например какие-то редакции отреагировали на ящики какие-то просто даже не посмотрели ну потому что пишите в штангу неинтересно но те и редакции которые живут именно как бизнес то есть они ориентированы на то чтобы растить читать или растить свою аудиторию и работать для нее потом продавать рекламу или зарабатывать с этих читателей они на это отреагировали то есть в общем мой совет глобально в первую очередь выбирать для сотрудничества те сми которые живут как бизнес то есть вы их называли новое время виллаж медуза это все нормальная бизнесовая модель сми они не созданы для того чтобы вкладывать какие-то мысли головы людей с ними намного проще найти общий язык вот и получить материал вот смотрите как вообще зарабатывает медиа есть у меня такая картинка сейчас я вам покажу без медиа как бизнес смотреть как зарабатываем и наша задача делать такой контент который интересен нашей целевой аудитории наша целевая аудитория это вот например маркетологи разработчики дизайнер те кто работают в инновационных всяких бизнесов инновационных направлениях то есть мы делаем контент для них на этот контент они ходят к нам на сайт и мы уже их можем на нас на сайте как-то обилетить на них как-то заработать либо продать рекламу это доступ либо продать подписка мы не продаем не подписку мы продаем билеты на собственные мероприятия еще какие-то штуки напрямую участие в клубе и далее в итоге зарабатываем деньги с этих денег платим зарплату тем кто делает этот контент нашим журналистам важно понимать что в идеальной картине мира главное для редакции издания это читатель то есть интересы читателя например я не могу как издатель прийти и сказать редакции напрямую вот это хороший парень напиши о нем так и работает у нас есть портрет читателя и мне скажут мои журналисты вера этот парень вообще не интересен нашему изданию нашим читателям пользы нет мы не написать не будем я скажу о то есть главный заказчик текстов у журналистов это читатель и мы понимаем что попали мы в интерес сочетатель или нет по просмотром то есть если нашу статью хорошо почитали хорошо там по лайк или нашим фейсбуке значит мы свою работу сделали хорошо вот и мы отстаиваем интересы читателя вот в этих всяких каллигархических сми там наверно как вы думаете отстаивают они интересы читателя пишет елена пишет материал ли у вас платный также нет но это было бы конечно эти у нас это процентов 10 материалов партнерских за которых нам заплатили вот но 90 процентов материалов делает редакция бесплатная это то что мы делаем для для читателей для роста аудитории наши партнерские материалы тоже они как бы полезны нашим читателям вот еще раз видите мой вопрос как вы думаете кто да вот пишет антон не отстаивают журналисты интересы читателя да ну то есть это действительно проблема очень часто в украине пишут потому что сказали так писать вот там некоторые журналистам это нравится некоторым нет это большая боль нашей реальности вот смотрите есть такая штука на украинских редакции головы головная цифроща не согласна ну то есть нормальные редакции для вообще для редакции главное это хороший контент именно для редакции на редакции нового времени для редакции вилла джа который вы говорили для нашей редакции основное это чтобы контент был интересен нашим читателям я дальше покажу примеры такого интересного контента для меня как для издателя конечно я хочу как для собственника потом на этом зарабатывать деньги но для моих журналистов им плевать на вопрос заработаю я ли нет у них есть зарплата которую не так или иначе в конце месяца получат и вот они должны отстаивать интересы читателя это то как работает нормальная модель сми а журналистам потребно матричитку позицию нет есть некое видение редакционная политика издания то есть например мы там не пишем про политику а пишем то что пройти бизнес и технологии но журналист он де-факто обязательно профессиональный он не должен иметь собственного мнения когда он пишет статью если он о чем-то пишет он должен сходить ко всем сторонам истории если это конфликт ко всем сторонам конфликта показать вася думает так и петя думает так а саша думает так и дать читателю возможность сделать самому выбор майже все материалы платные с изгадыванием бренд брендов на цифровиданиях что вы назвали смотрите если это издание про бизнес или еще что то и там упоминается бренд это иначе что этот бренд заплатил денег смотрите вот вышел на экране видите материал вышел у нас на прошлой неделе это история романа кириллович романки кириллович предприниматель который продает франшизы новые почты и розетки и на этом зарабатывает вместе со своей семьей уже 10 лет в бизнесе очень интересная история поскольку мы издание про бизнес и мы рассказывая в том числе истории успешных предпринимателей чтобы наши читатели вдохновлялись наша редакция посчитала интересным написать его историю роман нам за это не платил несмотря на то что тут упоминается он несмотря на то что упоминается его компания очень подробно об этом рассказывается но мы правильно это сделали потому что видите там буквально за три дня там за четыре материал собрал больше 11 тысяч просмотров я думаю что в итоге 20 тысяч человек где-то прочтут этот материал 20 тысяч человек это много 20 тысяч человек прочитать статью про романа для нас это очень круто что мы им дадим что-то полезное это основано того как мы живем так что если в материале упоминается бренд это не значит что бренд за него платит за материал сейчас я вам попробую показать я покажу чуть позже у меня нету скриншота вот смотрите до прикладу репортаж на вашем сайте да это платный материал там указано что там есть партнер материала там написано партнер материала компания такая-то мы всегда в открытую пишем если у нас есть материале партнер ставим плашки и показываем что мы взяли за это деньги это как бы основа бизнеса издания можно мы можем написать о чем-то потому что мы посчитали это интересным для читателя либо можно к нам прийти сказать у меня есть задача можете о ней рассказать читателям и мы уже придумаем как это сделать интересно вот вот я сейчас покажу на экран выглядит вот то есть это тот текст о котором вы сказали видите у нас партнер проекта 104 там есть значок вопроса уже что это значит и кликаешь понимаешь значит партнер проекта вот тут вот написано тоже в партнерском проекте вот тут написано сейчас еще внизу что партнер против а то есть мы максимально прозрачно показываем если мы постим на фейсбук мы там тоже пишем партнерский материал то есть максимально показываем что мы взяли за это денег но это основа нашего бизнеса так мы собственно сотрудничаем с такими маркетологами как вы вот маркетологи 104 хотели чтобы мы рассказали про то как платить за газ теперь можно в модном прикольном пространстве на крючатике это это нормальная история когда в сми размещают рекламу потому что если в сми нет рекламы значит за то что пишут это сми заплатил кто-то другой со своей цели например олигарх заплатил с целью донести свою позицию вот либо же сми дали деньги какие-нибудь чиновники евросоюза чтобы тоже там сформировать некую позицию какому-то предмету головах украины мы таким не занимаемся то есть мы просто там у нас есть свое видение мы хотим рассказывать что мы хотим чтобы украинцы наши читатели были успешными преуспевающими активными людьми и показываем им вдохновляющие примеры даем им полезный опыт для того чтобы стать на эту сторону так хорошо я спасибо за вопрос я отвлеклась но думаю что было полезно давайте вернемся дальше я думаю что вопрос всем интересный кто знает что такое джинса напишите пожалуйста в чат вот ну скрытая реклама давайте не знаем типа что это ответ на вопрос что это пишите ладно брехня прихована реклама смотрите вообще нет такого там брехня это там ложь нет в этом мире такого понятия как правда или как ложь есть факты то есть есть там и если кто-то заплатил за материал ну как это действительно открылся этот центр на крещатике наша журналистика туда действительно сходила и писала свои впечатления просто за ее время рассказал заплатил кто-то вот и мы об этом сказали нашим читателям скрытая реклама когда вот правильно ирина пишет скрытая реклама где не обозначится что не обозначается что это партнерская программа вот это называется обман читателя я вам сейчас покажу пример то есть это когда издание берет деньги у заказчиков но не говорит читателям вот как мы максимально откровенно говорим что тут есть партнерский материал и есть никто кто нам заплатил за этот материал соответственно тут мы отражаем его интерес тоже то есть издание выдает материал за позицию журналистов за то что там решила сама в интересах читателей опубликовать команды издания вот например там я замазала название издание бы что-то не важно это позитивный материал про юлию тимошенко надо понимать что особенности украинского рынка заключается в том что вот очень много политики все платят за такие материалы за то чтобы большие массовые издания писали они в позитивном ключе без плашек то есть я не знаю правда это или нет но там вполне возможно что команда юлии тимошенко заплатила за размещение этого материала может быть и нет так формируется мнение людей и их обманывают потому что люди думают что это сама редакция решила это написать ну что это новость важно важно очень понимать разницу что джинса это не вся платная реклама платную рекламу это нормально это двигатель там прогресс она помогает бизнесом она помогает медиа создавать классный контент для своих читателей это хорошо но когда медиа начинает обманывать своих читателей это плохо потому что основное что есть медиа это доверие читателей в основном джинса это политическая реклама в украине поэтому нужно когда вы читаете какие-то политические новости нужно об этом помнить и очень сильно фильтровать кому выгодно то что вы читаете насколько отличается цена джинсы рекламы я не знаю мы не мы не размещаем джинсу никогда не размещали никогда не будем размещать я такого никогда не делала я просто хотела вам показать что это такое потому что некоторые часто сталкиваются с людьми которые не понимают не могут сказать на наш партнерский материал что это джинса это нам очень обидно потому что там как бы оскорбление вот для нормальных журналистов джинса это когда ты взял деньги и не промаркировал материал что он платный антон спрашивает к вам никогда не приходили люди с угрозами и настойчивыми просьбами о публикации или удалении кого-либо материала слушайте приходят регулярно и что мы все равно делаем так как считаем нужным для наших читателей мы особо никого не боимся там да то что по поводу угроз то что я говорила в начале не надо угрожать журналистам но особенно независимым это дает как бы обратный эффект там у нас была история когда один большой крупный бизнес там маркетолог мы выпустили про них какой-то текст и маркетолог очень сильно начал там нам хамить ругаться и нас обижать вот и мы решили этого бизнеса что просто мы больше никогда не будем про них писать про них не писали нам три года в итоге пришел к нам их собственник и говорит слушайте вы мое любимое здание почему вы про нас никогда не пишете но мы рассказали ему эту историю мы решили что с вами лучше не связываться с вашей командой потому что вы не умеете общаться ну то есть тут мы как бы собственником повешали он в конце концов не виноват что у него работал такой не очень воспитанный человек так что регулярно журналисты сталкиваются с таким это просто для нас текучка ну ок хорошо нам кто-то сказал удалите материал вы искали не удали на этом история закончена смотрите какие бывают типы контента если его делает редакция то есть если редакции не заплатили нашем случае вот то есть в разных медиа может отличаться разное но в целом как бы принципе похоже это я уже показывал историю про романа кирилловича когда нам интересно какая-то тема мы сели и мы считаем что эта тема интересна нашим читателям и она соберет много трафика нам интересно в первую очередь нашим читателям вот мы пишем об этом сами но например вот эта вот статья которую вы видите мы ее готовили месяца два это прям очень много труда редакции поэтому мы редко пишем такие большие статьи где-то в среднем 3 в месяц это у нас такие большие имиджевые проекты это один формат как может бизнес как могут ваши там работодатели клиенты посотрудничать с медиа это если наладить отношения с редакцией если редакции интересно про вас написать в неком редакционном формате понять какой-то формат то может случиться очень приятная история думаю что у романа было очень много крутых отзывов после этого материала второй вариант это новость то есть у нас выходит по 7 8 новостей в день которые мы считаем важными для наших читателей например вы видите новость приватбанк открыл первое цифровое отделение в нем не отказ а клиентов распознают помощью камер это редакционная новость мы посчитали что среди наших читателей много клиентов привата им интересно узнать о том что приват открыл такое отделение сходила наша журналистка и написал о нем собрали в итоге вот там за пару дней больше десяти тысяч просмотров значит не ошиблись вопрос к юлий козельская юля у вас включено видео выключите пожалуйста и так попасть сюда то есть нужно сделать что-то что вызовет интерес у редакции издания как понять что вызовет интерес я вам сейчас честно на этом вебинаре не расскажу вот у меня будет свой собственный вебинар через месяц что там подписывайтесь на мой фейсбук вера черныш лидите за анонсами приходите на мой на мою следующую лекцию расскажу принципе по которым мы отбираем контент вот но факт том что можно присылать свои новости в редакции и если они интересны редакции плюс есть еще формат когда человек данном случае сознаватель монобанк олег гороховский пишет что-то интересное и отдает нам текст высчитаем что-то текст интересен мы его публикуем у себя у нас есть блоги можно у нас в принципе каждый может зарегистрироваться и предложить наши редакции через интерфейс сайта какой-то тексте он выйдет для наших читателей пишет сергей о нативной рекламе нет сергей это не нативная реклама олег нам за это не платил и учитывая то сколько трафика нам приносят тексты с олегом гороховским я считаю что это мы должны платить олегу то есть следите еще раз у редакции есть две цели либо мы берем тексты которые нам приносят трафик вот либо мы берем деньги и делаем такие тексты для клиента которые принесут на этот текст тоже трафик плюс принесут пользу клиентам а бывало ли что вам не давали разрешение на практически таких случаев не помню классный вопрос елена яки вымоги до журналиста цена мая бути спец в певне сфере че людина яка добрый пик выше мы пришли к тому что да у нас в первую очередь человек должен неплохо писать и дружить с логикой потому что журналистика это в первую очередь про критическое мышление и про сопоставление фактов сюда не просто писать и дружить с логикой но в нашем случае главное это все равно чтобы была интересна тематика чтобы вот люди которые у нас работают им искренне было интересно и любопытно разбираться в теме бизнеса и потому что когда мы например брали на работу человека который хорошо умел писать на всю жизнь писал про политику ему бизнес был на самом деле не интересен он страдал страдал все вокруг страдали в итоге в этом через пару месяцев расставались потому что просто просто тема не шла поэтому важно чтобы было постоянно интересно в этом сидеть кстати если что у нас сейчас вот сейчас будет действительно нативная реклама сергей прошу обратить на это внимание у нас есть вакансия журналистов в команду который будет переводить и находить переводить интересные тексты с английского на русский плюс еще описать новости по разным мотивам инфоповодов если вам интересно идите к нам на шайт раздел вакансии находите то вакансию подавайтесь с удовольствием пообщаемся вот и какой бывает спонсорский контент когда нам платят за него деньги действительно это например и вот банк у них есть программа по кредитованию бизнеса им нужно чтобы большой весь там все собственники малого среднего бизнеса знали что у привата есть кредиты поэтому мы с ними делаем уже второй год подряд такие большие рейтинги топ предпринимателей какого-то города в данном случае на скриншоте топ предпринимателей одесской области этот то есть приватбанк дает нам деньги за то что его реклама будет в рамках этого материала они не влияют не на то кто в этом списке не на то что мы о них напишем но такие материалы получают кучу охвата там по 100 тысяч по 150 тысяч просмотров людям интересно поэтому им интересно быть в охватно тематическом проекте который почитает много предпринимателей вот есть еще пример крутого контента у вас на экране это когда уже там приходит клиент с конкретной задачей мне нужно что-то там продвинуть и мы думаем как это упаковать так чтобы и читателям было интересно и полезно и в итоге клиент решил свою задачу например вот в данном случае видите стою статью очень известного предпринимателя петра чернышова он бывший директор киевстара где он рассказывает куда он вкладывает деньги у нас там аудитория которая это интересная тема инвестирования вот и у него есть компания партнер которому помогает эти деньги инвестировать вот петр рассказывает в целом как он инвестирует и плюс как ему эта компания помогает ясно эта статья по факту это реклама этой компании но тут есть очень большая польза для читателя потому что петр делится кучей лайфхаков и мы там собрали просто кучу просмотров вообще сразу всем было интересно всем понравилось петр звезда авторитет для очень многих вот круто решили компания сегодня писала что у них уже пришло с нашей статьи и 40 клиентов которые хотят вложить в их инструменты инвестиционные это прям очень крутой показатель вот смотрите мы уже с вами общаемся час поэтому давайте по форматам я вам рассказала главное что нужно понимать что в нормальном здании всегда есть стена между спонсорским контентом за деньги и редакционным контентом который пишется для читателя вот можно работать и так и так если вы хотите выйти выйти в сми то нужно либо придумать какой-то интересный контент который поможет редакции собрать много читателей либо же если есть конкретная задача как в случае с петром чернышёвым или приватом то тогда уже обсуждать партнерские материалы партнерский контент вот и смотреть тоже за счет чего живет сми сколько у него читателей то эти читатели я дала вам инструмент для этого для того чтобы принимать решение если у вас есть какие-нибудь вопросы можете их сейчас в чате вписать постараюсь ответить вот пишет виталий что вы делаете чтобы язык статьи был интересным это тоже еще одна отдельная тема я может быть тоже когда-нибудь на нее прочту вебинар вот но могу посоветовать кто хочет лучше писать вот эта книжка по которой я училась в университете нора галь о слове живом и мертвым это прям принципы того как писать хорошие тексты ой не отправила лере личное сообщение еще вопросы давайте я пока быстренько просмотрю чат я походу на что-то отвечала но возможно что-то пропустила так вот вижу одно новое сообщение окей хорошо не вижу помню на все вопросы я ответила друзья спасибо надеюсь вам было интересно желаю крутых проектов интересных больше слушать развивайтесь и читайте нас вот антон вакансии указан опыт от года но желательно конечно но напишите может быть договоримся спасибо вам дякую